Вот самая фундаментальная вещь, отношения начинают с уважения. Вот уважение это супер аскеза, понимаете, для человека. Уважать противоположный пол это супер аскеза, потому что всегда это кажется несправедливым с самого начала, пока человек не получает знания. Понимаете, вот женщине рядом с мужчиной хочется капризничать, вот рядом со своим, вот чужим, конечно, нет, но рядом со своим просто по природе хочется капризничать. Вот, допустим, я наблюдал за своей женой, допустим, просто на пляже, да, она одна идет в море, допустим, заходит спокойно, плывет назад, все, со мной в море заходит, берет меня за руку, так хватает, такая боится, говорит, мне холодно. Я говорю, ну пойдем, моя хорошая, все нормально. Нет, мне холодно. Вот, я иду потихонечку, так медленно очень, мы с ней заходим, она, ой, не могу, холодная вода. Потом, я туда далеко не поплыву, мне страшно, я буду к тебе плавать, я от тебя. Я говорю, хорошо. Тут целый ритуал, понимаете. И это происходит неосознанно. Вот она одна заходит, поплыла без проблем вообще. Зашла, вода не холодная. Как только со мной, сразу холодная, сразу капризы. И вся энергия, все, вот я как бы, если я с ней пошел купаться, то вся энергия на нее уже идет. То есть она, мы как бы, она купается, я помогаю. Мужчины, понимаете, да, о чем я говорю? Но если вы скажете, да пошла она, я тоже хочу покупаться. Вот с этого начинается неуважение. Потому что, если вы находитесь рядом с женой, это по определению означает, что жизнь течет вокруг нее. Вот, допустим, вы пошли в кино с женой, забудьте про свой отдых. Вы идете с женой в кино, поэтому вы должны, а как? Мороженку хочешь, не хочешь? Ладно, пироженку там, вот, снимать ей там, одевать одежду там, дальше, как насмотреть на нее и так далее. Вот. Мужчины что-то не хлопают дальше. Зачем это все вот так создано, понимаете? Уважение означает супер аскеза. Понимаете, супер аскеза, которую очень трудно принять. Но именно с этого начинаются отношения. Если вы не уважаете человека, но не понимаете, что вам придется трудиться ради него. Мужчина скажет, а что это должен перед ней прыгать? Ну не должен, значит, будет другой перед ней прыгать, а ты останешься в дураках. Поймите, что вариантов нет что-то переделать в этом мире. Понимаете, как он создан, так создан. Надо просто это все принять. Итак, смотрите, допустим, вы подходите к жене, как у тебя настроение, как ты себя чувствуешь там, у тебя все нормально там. Понимаете, женщина, она хочет максимальное внимание и заботы к себе, и это она воспринимает как счастье. Это называется также уважением к женской природе. Если ты ведешь себя вот рядом с ней вот так, значит, ты ее уважаешь, относишься к ней хорошо, и значит, ты хороший человек. Теперь вы спросите, а может мне это очень тяжело делать? Вот это уже никого не волнует. Вот, допустим, я когда вот сижу там, и девушки на меня бросаются с вопросами, тяжело мне или нет, это никого не волнует. Я должен каждую выслушать, по-доброму сказать. Надо принимать жизнь, какой она есть, понимаете? Если человек не хочет принимать, значит, не будет счастья. Итак, смотрите, допустим, вот теперь логика мужчины. Давайте смотреть глазами мужчины. Вот мужчина, допустим, говорит жене, как у тебя чувства, как дела? Она, ну, говорит, плохо. Ну, допустим. Что это означает? Ну, то есть мужчина думает, ничего себе, как бы я подошел, нежно отношусь, она капризничает передо мной. Да, я сейчас ей устрою. Понимаете, если она вот так себя капризничает, да, вот так себя ведет. Что это значит для нее? Вот как она, ну, как она, женщина, воспринимает эту ситуацию? Вот она капризничает. Мужчине, понимаете, у мужчины вот в сердце дырка вот здесь. То есть у нее психика от женских эмоций вообще не защищена. Если женщина эмоционально что-то говорит, отстанет меня, допустим. Это для нее означает, я устала, хочу отдохнуть. А для него означают такие слова предательства. Типа, она меня не любит, отстанет меня, значит ужасно, все. Потому что у него в сердце появляется боль от этих слов очень сильная. Он такой, она меня не любит, она... Понимаете, у мужчины от женских эмоций психика не защищена. Поэтому, если вы хотите, допустим, остаться одной, вам очень тяжело рядом с ним, а женщине иногда надо быть одной, она не всегда может счастье мужчине дарить. Кстати, у мужчины вот эта микросхема на это вообще не работает. Он не понимает, что женщина, она когда рядом с ним находится, она ему отдает энергию счастья и истощается от этого. Ей нужен отдых. Она не против отдавать, но ей нужен отдых. И если ты подходишь, она говорит, у меня плохое настроение, не могу сейчас с тобой общаться. Надо отходить, потому что потом еще будет хуже. Мужчина обычно говорит, как плохое настроение? Ты моя собственность всегда мне должна дарить счастье. И дальше начинается жесть просто. Потому что у нее силы нет с ним общаться, а он хочет от нее энергии, любви. И дальше начинается скандал. Потому что женщина чувствует несправедливость. Она чувствует, что она все, что могла, отдала. Он еще хочет, он ненасытный, ему все мало. И она начинает плакать, кричать, истерить. Согласна женщина? Так? Да. Что должен делать мужчина? Подошел, видишь, что у нее нет сил, нет настроения, отойди, не трогай, дай отдохнуть человеку. Не то, что она тебя не любит, просто она устала, ей нужен отдых. Женщина устает от отношений, ей нужен отдых, потому что она туда отдает энергию любви. Теперь, как относиться к мужчине? Допустим, вы хотите сказать, отстань от меня. Надо, понимаете, вот если вы, допустим, женщине говорите, он такой сикой, а там, а мне относится, ля-ля-ля-ля. Очень эмоционально женщине говорите, допустим. Женщина, я тебя понимаю, да, ля-ля-ля. То же самое, так же эмоционально. Все, друг друга поняли. Вот теперь, если вы мужчине, так же эмоционально говорите, он это воспринимает, как, что его режут прямо по сердцу. Понимаете, если вы что-то мужчине хотите сказать, сбавьте эмоции в 10 раз. Скажите, отстань от меня. Я отстань. Аккуратненько, мягенько. И тогда он поймет. А если вы скажете, отстань от меня, он, отстань от меня. Вот, понимаете, вы думаете, что это он сбесился-то. Женщина, она ему просто сказала, обычно, отстань от меня. Ну, она такая эмоциональная по природе. А это все идет глубоко в сердце и режет ему по сердцу. Что у нее нет защиты от женских эмоций. У мужчины вообще нет. И она думает, что он, сбесился, что ли? Что он на меня орет? Я ему сказал, а просто отстань от меня, и все. А он сбесился, потому что его зарезали в этот момент. Эмоции женские. Поэтому, если вы хотите с мужем общаться на какие-то темы, то избавьте эмоции. Допустим, вы хотите по душам с ним поговорить. Некоторые женщины еще подливают масло в огонь. Говорят, пойдем поговорим. Сильно надо. Понимаете, вот все этого достаточно. Он уже сдох, понимаете. Потому что это как бы для него эмоциональная буря просто произошла. Эмоциональная буря. Все. Мужчина, вот женские эмоции, если они супер позитивные, допустим, очень эмоционально можно. Я тебя так люблю. Допустим, очень эмоционально. Он такой, его сразу расслабит, он такой. Все, как бы его сразу расслабит. Супер хорошо. Согласен на такие эмоции сильные. Но если это негативные, хотя бы чуть-чуть сильные, его просто по сердцу так долбанет, что мало не покажется. И в чем заключается уважение в данном случае к мужчине? Надо всегда говорить поменьше, меньше эмоций. Спокойненько. Даже если у вас много эмоций внутри, спокойненько. Я сегодня хочу побыть одна. И не надейтесь, что он поймет то, что вы сказали. Спасибо.